Информационная продукция для детей, достигших 16 лет. Здравствуйте! Это программа «В рамках закона». Здесь я рассказываю обо всем, что касается защиты прав и законных интересов граждан. Об ответственности за фейковую информацию о паводках предупредил вице-премьер Канад Базумбаев. В социальных сетях масса объявлений о сборе средств якобы для помощи пострадавшим. Заместитель главы Кабмина напомнил, что в каждом регионе есть официальные благотворительные фонды. На республиканском уровне их два – это Демю Казахстан-Кора и Казахстан-Халкна. Последний готов начать строить от 400 до 500 домов для пострадавших жителей. Кроме того, вице-премьер дал поручение привлечь общественные организации к распределению благотворительной помощи. На сегодняшний день из зон подтоплений уже эвакуировано порядка 100 тысяч человек. Созданы сотни эвакуационных пунктов, каждый из которых обеспечен всем необходимым. Хочу напомнить всем авторам подобных фейковых сообщений или фейковых аккаунтов штабов по борьбе со стихией об ответственности за размещение этой информации. Есть закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, в соответствии с которым пользователи обязаны проверять достоверность размещаемого и распространяемого контента, не распространять ложную информацию, а также удалять такую информацию любой противоправный контент. За подобные факты в действующем законодательстве предусмотрена уголовная и административная ответственность. Сегодня глава государства подписал закон о семейно-бытовом насилии. Документ направлен на ужесточение ответственности, профилактику суицидов, укрепление института семьи, осуществление госконтроля интернетных организаций без уведомлений, а также обеспечение безопасности детей. Также за умышленное причинение легкого вреда здоровью в рамках уголовного кодекса предусматривается штраф в размере 200 МРП или 200 часов общественных работ, либо лишение свободы сроком до 50 суток. За избиение штраф до 80 МРП или 80 часов общественных работ, либо арест на срок до 25 суток. За пытки будет грозить до 600 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 3 лет. Уже встречается ответственность за убийство детей, изнасилование детей или за какие-то другие преступления, связанные с насилием в отношении детей. В частности, за убийство, изнасилование детей или какие-то за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних будет предусмотрено такое наказание, как пожизненное лишение свободы. Другие виды, альтернативные виды наказания исключаются. Ирлан Карен прокомментировал принятие Сенатом закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей в своем телеграм-канале. Законопроект был разработан депутатами Мажелиса в сентябре прошлого года, сразу после послания президента, в котором глава государства поручил усилить ответственность за семейно-бытовое насилие. Ключевыми новеллами является криминализация бытового насилия, ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и целый комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием. Госсоветник отметил, что защита фундаментальных прав женщин и детей является одним из приоритетов государственной политики и постоянно находится в центре внимания Касуджимарта Тухаева. На третьем заседании национального курултая семейно-бытовое насилие обозначено президентом как один из социальных пороков, с которыми необходимо вести непримиримую борьбу. На прошлой неделе состоялось очередное заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством Акима области Нурлана Нугаева. Были обсуждены итоги проведенного внешнего анализа земельных участков, расположенных на побережье Каспийского моря. В 2023 году решением суда были возвращены в государственную собственность 37 незаконно выданных земельных участков, общей площадью более 4000 гектаров, расположенных на морском побережье. По результатам мониторинга обнаружено, что в курортной зоне теплый пляж в Актау был выдан 201 земельный участок на месте строительства 37 дорог. Из-за этой ситуации имеется только 7 дорог к морскому побережью. Ведутся работы по открытию оставшихся 30. Аким Нурлан Нугаев подчеркнул, что коррупция в этой сфере абсолютно неприемлема. Никаких исключений должно быть в борьбе с коррупцией. Все мы равны перед законом, и каждый должен осознавать это. Особенно я хочу обратить внимание на проблему незаконной передачи земельных участков. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда при попытке строительства социальных объектов в городе выявляются распроданные участки, которые не осваиваются из-за отсутствия финансов у владельцев этих земель. Каждый из нас должен обеспечивать соблюдение закона. Полицейские регионы призывают магистаутцев остерегаться мошенников. На сегодняшний день в связи с паводками в ряде областей страны проводятся благотворительные акции. Люди стремятся помочь соотечественникам, оказавшимся в беде всеми силами, в том числе продуктами питания, предметами быта и деньгами. Между тем, как отмечают в страже порядка, в сложившейся ситуации пользуются нечистые на руку дельцы. Мошенники открывают счета якобы для поддержки пострадавших, однако на деле присваивают накопленные средства себе. Полицейские призывают перечислять деньги только на проверенные банковские счета. Мошенники могут открывать специальные счета в банках, рассылая информацию об этом через социальные сети и мессенджеры, и обманывать население. Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, нужно быть предельно внимательными. Также напоминаем об ответственности за распространение ложной информации и призываем доверять только сведениям, поступающим от официальных источников. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля с начала года зарегистрирована 21 жалоба на деятельность мест общественного питания. Специалисты проверили 7 фактов. В результате предприниматели оштрафованы на сумму более 4 миллионов тенге. Выдано 5 санитарных предписаний. Большинство заявлений касается качества еды. В прошлом году в компетентный орган поступило 27 жалоб. Из них по 6 проведена проверка. Наложено 7 штрафов на сумму 4 миллиона 181 тысяч тенге. В феврале текущего года в Беневском районе был зафиксирован факт массового пищевого отравления. Отравились 37 человек. В прошлом году зарегистрировали два случая. В ресторане гостиницы «Холиды» в результате пищевой интоксикации пострадали 17 человек. А в ресторане «Бахсарай» отравление получили 8 гостей заведения. В настоящее время по всем поступающим обращениям принимаются соответствующие меры. Также налажен механизм отправления материалов в судебные органы. Увеличилось число людей, ставших жертвами интернет-мошенников и электронной торговли. С начала года в Департамент по защите прав потребителей подано более 400 заявлений. Более половины из них разрешены положительно. Возвращено более 13 миллионов тенге. В свою очередь компетентный орган рассмотрел около 2200 заявлений. Из них более 1000 удовлетворены. Потребителям возвращено 46 миллионов тенге. На сегодняшний день заявления поступают посредством платформ ЕУТНЕШ и ЕТУТНУШЕ. Как известно, электронная торговля в настоящее время развивается быстрыми темпами. На платформу УАЙЛДБЕРИС также много жалоб. Сегодня наши сотрудники находятся в прямом контакте с представителями этой платформы в Москве. Один из отделов Департамента изучает и решает все проблемы, связанные с некачественным товаром, получаемым нашими магистровцами. 250 магистровцев признаны банкротами, при том, что заявки подали свыше 3000 желающих. Списанная сумма составила 350 миллионов тенге. Представители Комитета государственных доходов встретились с населением города Актау и ответили на актуальные вопросы по всеобщему декларированию и банкротству физических лиц. С момента запуска процедуры банкротства у граждан страны возникло много вопросов. На встречу пришли представители всех задействованных структур, специалистов правового и банковского секторов, финансовых управляющих, которые непосредственно связаны с признанием физических лиц неплатежеспособными. В Магистовской области более 120 тысяч бизнесменов должны представить декларацию о доходах в налоговые органы. По сведениям специалистов Департамента госдоходов, на сегодняшний день сделали это уже больше 50% предпринимателей. В цифрах почти 70 тысяч человек. Несмотря на высокие показатели по республике, зал сегодня полный и актуальных вопросов задавали достаточно много. Мы еще не начали сдавать по этой декларации и сейчас как раз здесь хочу уточнить, узнать, что нужно отражать, что нельзя отражать, сроки, до какого числа нужно сдавать. Представители Астанинского ведомства напомнили, сроки предоставления декларации определены до 15 сентября. В каждом управлении госдоходов работают консультативные центры. В этом году 3 миллиона субъектов бизнеса страны должны представить декларацию о доходах. На сегодняшний день по республике свои активы отразили уже порядка 1 миллиона 700 тысяч человек. Хотелось бы призывать, чтобы сейчас уже оперативно люди представляли декларацию, потому что скоро начнется период отпусков и желательно, чтобы до отпуска люди уже представили декларацию. Не меньше вопросов люди задавали на тему банкротства физических лиц. Более 90 тысяч казахстанцев подали заявки на признание себя банкротом. Из них одобрение получили более 10 тысяч. В совокупности списано свыше 22 миллиардов тенге. Эти деньги финансовым организациям не возмещают, считая внутренними рисками банков. Поэтому из бюджета страны денег не выделяют, уточняют в Комитете госдоходов. Многие из собравшихся выразили тревогу, что признание банкротства – это путь к тотальному контролю личных финансовых поступлений человека. Многие боятся, что под мониторинг финансового состояния входят и проверка заработной платы, что если какие-то денежные средства будут поступать в счет, например, должника, это будет учитываться и плохо отразиться на результатах. Но это не так. Проверяться будет только наличие зарегистрированного имущества у должника. Следует помнить последствия процедуры банкротства вне зависимости судебного или внесудебного. Это невозможность получения кредитов в течение пяти лет после признания должника банкротом, а также проведение финансового мониторинга в течение трех лет уполномоченным органам. Это была вся информация на сегодня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова